Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Я немного пропала с экрана, так как была причина, о которой я расскажу вам чуть позже. Осень в полном разгаре, думаю, что уже все обзавелись новинками растений в этом сезоне. Этим видео хочу подвести некий итог растений, которые у меня появились в этом году, то есть новинки. Так что смотрите, покажу все свои новинки этого года. А вот и причина, почему я давно не снимала видео, потому что некогда. Готовимся к международной выставке. Будем участвовать первый раз, поэтому волнуемся, переживаем. Ну, подготовка идет полным ходом. Кому интересно, смотрите завтра. Выложу небольшой видеоотчет, как я готовлюсь к выставке и что делаю для этого. Ну, а теперь пойдемте смотреть мои новинки. Ну, начнем. Ну, конечно, у меня джунгли настоящие. Пока пройдешь. Начнем с красотки Монстеры Альба. Варигатный. Вот такая красотка. После покупки она у меня уже выпустила несколько листиков. Уже у нас полезли вот такие резные листики. Это у меня уже такие. Листья крупные. Намного крупнее, чем я ее покупала. Смотрите, видите, какие листы. Вот этот вот еще нарастает. И прям она прям вообще белого столько много имеет. Я ее, конечно, ношу в душ. Я ее устраиваю теплый душ. Она это очень любит. Грунт я подсушиваю. Ну, в общем, просушиваю его примерно наполовину, а то и больше. И между этими я ее либо поливаю, либо устраиваю ей теплый душ. Растением я очень довольна. Представляю, когда будет большая, это будет, конечно, смотреться очень красиво. Прям очень. Следующие новиночки этого года у меня, конечно, колладиумы. Тоже очень полюбила я это растение. Вот такие красивые листья нарядные. Думаю, на следующий год они будут у меня крупнее. Хотя вот эти такие большие. Прямо пахало. Ну, колладиумы, кто не знает, это клубневое растение, которое на зиму скидывает листья. Как вы видите, уже заметно стали портиться листья. И все это клубеньки хранятся где-то в таком прохладном месте, в темном. А с приходом весны, то есть это конец февраля, может даже середина февраля, их нужно доставать и садить в горшочки, и ставить под лампу или в светлое место, чтобы они выпустили росточки. А так растение, конечно, очень эффектно смотрится. Очень красиво. Здесь вот у меня вот этот колладиум, вот он заметно, видите, как опустил уже листья. Все, он уже готовится к зиме. Они, конечно, своими цветными листьями очень-очень украшают. Я тоже очень довольна этим растением. Ну, конечно же, чтобы были такие красивые листья, требуется хорошее освещение, либо солнечное место, но не прямые солнечные лучи, чтобы не обжигали их нежные, красивые листья. И вот здесь на полу у меня еще тоже колладиум стоит. Они все разные, но они все равно где-то вот эти с розовым как-то перекликаются между собой, но все равно очень красиво смотрится. Вот такой филадендрон к санаду появился у меня. Листья у нас уже такие, хорошие растут. Очень листьев много выпустил. Я его покупала вообще очень мелким. Думаю, что я буду брать его крупное. Пусть вырастет и на самом деле растет. Листья, правда, еще не такие крупные, как должны быть. Но я думаю, это все еще в будущем. И появились, конечно, в моей коллекции колотеи. Такая колотейка. Тоже такие яркие, насыщенные листья. Вообще неприхотливое растение, могу сказать. Я даже вот вообще и рост такой хороший идет. Посмотрите, у него прям, вот видите, выкручивается там из земли торчит. Листья выкручиваются очень быстро. Разрастается. Листья большие, красивые. Тоже я очень рада, что она появилась в моей оранжереи. Но это не одна моя колотея. Сейчас еще покажу. Колотея орбифолия. Я тоже покупала ее небольшой. Посмотрите, какая она большая. У меня выросла. Красотка. На нее, как видите, тоже падает такое как бы солнышко. Она любит, любит светлое место. Хотя пишут о ней, что она и предпочитает такие места. Полутень. Ну, полутень как? То есть это какое-то солнечное место. И прикрыто каким-то растением. Вот так вот. А если совсем в темный угол ее поставить, конечно же, я думаю, у нее потеряется декоративность листа. Ей будет не хватать просто солнечного света. И прямые солнечные лучи она тоже не терпит. То есть ей нужна, как и всем остальным, золотая середина. А так очень красивое растение. Она вот прям, знаете, вот так вот прикрывает листьями своими горшочек. Она у меня стоит на поддоне. С керамзитом я туда подливаю водичку ей. Чтобы была влажность. И листочки у нас очень даже хорошие. Такая красотка тоже. Жду, не дождусь. Жду, не дождусь, когда она будет большой, красивой. Очень она хорошо украшается собой любой интерьер. Вот такая колотея у меня еще есть. Но это вот старые листья. Молодые листочки у нее появляются. Идет рост у нее такой хороший. Тоже. Тоже, когда разрастется, тоже будет интересное растение. Ну, сзади вот такой листик. И вот такой гигант у меня появился в этом году. Это фикус Али. Красавец. Постоянно выпускает новую листву. Смотрится, конечно, тоже красиво. Потому что она имеет другой цвет листьев. Тоже очень хорошо. Быстро растет, могу сказать. Красавчик вообще. Конечно. А это у меня по соседству к отцу. У нас была Линька целых два месяца. Пока не поем. Ну, начали уже щебетать немножко. Еще с этой стороны покажу. Потому что там неудобно. Но здесь против, конечно, света. Но вот посмотрите, какая крона большая выросла. Он был гораздо меньше. Красавчик мой. Листья красивые. Там даже, видите, клетку не видно. К отцу выглядывает. Ну, в этом году у меня, конечно, пополнение коллекции орхидей. Вот из таких сортовых сортов. Вот такая орхидея цвела. Сакура называется. Смотрите, какие у нее красивые цветочки. Такой нежно-розовый цвет. Белый с розовым. Здесь немножко цвет искажается на камеру. Но вот такая нежность. Вот такая вот тоже орхидейка. Она у меня уже давно цветет. Некоторые уже цветочки увядают. Она ароматная. Очень приятный, тонкий аромат имеет. Прям вообще. Особенно днем. Или когда солнышко попадает на нее. Но вот как-то... Прям вот запах этот очень чувствуется. Здесь у меня еще малышки. Просто я смотрю, где-то тоже у малышки орхидеи появился тоже цветонос. То есть посмотрим. Я обязательно покажу. Они у меня еще не цвели. Когда зацветут, я обязательно покажу. То есть красивые сорта. Ну, орхидеи тоже, конечно... Вот такая орхидея у меня появилась тоже. Красотка. Очень. Цветение продолжительное и частое. Она у меня уже отцвела. Цвела все лето. И сейчас вот у нас конец сентября. Она у меня заново зацвела. И у нее цветы намного крупнее, чем были изначально на ней. Прям очень крупный цветок. Мне прям это нравится. Хоечка. Вот такая появилась. Такие красивые листья. А когда молодые, они вот таким цветом. Видите, вот красные прям. Видите, какой листочек. Красивый. И когда появляются вот такие молодые листья, очень эффектно смотрятся. Ну, я вообще полюбила такие пестрые растения. Они, конечно, очень эффектно смотрятся. Сейчас общий обзор покажу. Окна. И здесь хочу показать вам папоротник. Такие красивые листья. Это все-все-все молодые листики наросли, которые были изначально, когда я его приобрела. Я их всех обстригла. Они потому, что прям начали портиться. А это вот все молоденькие, все хорошие. Такой распушился прям из середины. Ну, думаю, он у меня к следующей... Ну, вообще к весне очень хорошо подрастет. И когда будет такой большой кустик, они же папоротники. Вообще очень красиво смотрятся. Я люблю папоротники очень. А здесь еще такой вот, видите, листочек полосатый. Он красавчик. И вот такая колотея. White Fusion. Красоточка. Посмотрите, какой у нее пошел рост. Но я вот этого и ждала. Теперь я хочу ее уже посадить в стаканчик. Не в стаканчик, вернее, а в небольшой горшочек. Потому что я ждала, когда пойдет рост. И вот дождалась. Ну, это тоже старый лист. Старый листик. Просто можно здесь подстричь кончик. А так вот листочки полезли. Очень хорошие. Думаю, разрастется. Моя красотка. И вот такое растение. Тоже смотрится так прям классно. Такой пушистый кустик стал. Ну, вообще неприхотливая. И совсем чуть не забыла показать вам. Появилась у меня Агава. Маленькая еще. Это совсем деточка. Но укоренилась. И уже пошел рост. Смотрите. Ну, здесь тоже вот кончики. Просто были повреждены. Ну, их как бы легко убрать. Убралась. Ну, Агава мне очень нравится. Особенно вот эти большие. Вообще супер. Главное, чтобы место было. Куда поставить. И сейчас пойдемте на веранду. Я вам покажу свои цимбидюмы. Они у меня пока на веранде стоят. Там еще погода позволяет. Новинками я своими довольна. Но все еще впереди. Будут еще и другие новинки. Так что подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok